Какие-то совсем тревожные новости прямо сейчас приходят из Харькова. Информацию сообщают со ссылкой на украинский телеграм-канал, и там массово сообщают о том, что украинские силы стянуты в город, располагаются в школах, детских садах, очень много оружия, амуниции. Якобы речь идет о неком ударе, в каком направлении будет нанесен этот удар. Вообще, что нам известно о планах украинской армии ближайших? Здравствуйте, Ольга. Приветствую гостей в студии, зрителей. Действительно поступает информация о поводу переброски крупных сил в Харьков. Вот буквально вчера также пришли новости о том, что только из военной техники, только из танков в Харьков переброшено более 50 единиц, а также тысячи бронежилетов и других элементов амуниции, вооружения, а также живой силы противника. Очевидно, эти данные указывают на то, что противник готовит масштабное наступление. А теперь вопрос, в каком направлении будет это масштабное наступление. Ну, я думаю, что, насколько я понимаю, работу нашей разведки, все эти планы, в принципе, известные. Но здесь как бы мы можем только прогнозировать и гадать. У нас есть одно из основных направлений, это Сватово, это территория Луганской народной республики, куда противник не один месяц стремится, практически ежедневно предпринимает наступательные действия и тому подобное. Но также у нас есть рядом с Харьковом и Белгород. Поэтому исключать основное направление удара на Белгород, как бы это ни звучало, наверное, неприятно. Вот я бы не стал, мое субъективное мнение, что они могут сделать обманный маневр ударом на Сватовском направлении, а основными силами пойти, к примеру, на Белгород. Объясню почему. Украина, когда началась военная операция, за 8 лет войны на Донбассе, она на пике своего потенциала. То есть Украина за 8 лет сделала все возможные ошибки, сделала кардинальные кадровые перемены, перемены в управлении войсками, в технологии, в тактике и методе ведения войны. То есть украинская армия за 8 лет, плюс получаемый регулярный боевой опыт на Донбассе, она достигла пика своих возможностей. Понятно, что сейчас ее там будут накачивать новым дополнительным оружием, это не на многое повлияет. Российская армия, она не имела такого опыта, ну опять же, это мое субъективное мнение, и вступила в начало военной операции на низком уровне своего потенциала. Поэтому время в данном случае, на мой взгляд, играет на нашей стороне, в нашу пользу. То есть Россия есть, то есть Россия набирает обороты, это видно, и на фронте это видно, и в плане вооружения, обеспечения и тому подобное. Россия есть куда расти и увеличивать свой потенциал. Украины как бы особо и нет. Поэтому Украина прекрасно понимает, что рано или поздно, и скорее больше рано, чем поздно, она эту войну проиграет. Единственный шанс на победу, это сделать, привести к каким-то волнениям. Когда я говорю Украина, я имею в виду западных хозяев, потому что мы знаем достаточно в сети уже информации по поводу координатов спутниковых, которые давали натовцы Украине и тому подобное. И вот они прекрасно понимают, что единственный шанс победить, это устроить внутри России какие-то такие смутные времена, какие-то революционные движения и тому подобное. И вот какая-то территория России старой до 2014 года, то сейчас у России новые территории, сначала Крым, потом остальные, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Но старые территории до 2014 года, и вот если у Украины получится какую-то территорию старую взять под контроль, то информационный эффект, а Украина и НАТО, они очень большое внимание уделяют информационному эффекту, будет такой, что военная операция привела к тому, что Россия потеряла свои территории. И это будет хорошим фундаментом для того, чтобы информационно дальше раскачивать эту ситуацию. Поэтому мое субъективное мнение, что они могут рассматривать, допустим, белгородское направление, как приоритетное, в случае, если у них есть намерение к наступательным действиям, вот с Харькова, например. Вы очень точно, Даниил, рассуждаете, но забегая чуть-чуть вперед, сразу отвечу всем паникерам в России и цепсошникам, которые, разумеется, ловят каждое слово, потом вырезают такого рода фрагменты рассуждений про Белгород, выкладывают это в своих антироссийских телеграм-каналов с визгами «В программе Скобеевой заговорили о сдаче Белгорода». Нет, никто об этом не говорит. Мы рассуждаем о том, что надо готовиться к любому развитию событий, только об этом. И слава богу, что губернатор Белгородской области демонстрирует трезвомыслие и изо дня в день показывает, как выглядит оборона Белгородской области.